Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья. Очередная встреча в программе «Что делать?». Обсуждаем проклятые вопросы российской жизни, российской истории. Проклятые в смысле самые злободневные. Года три назад я участвовал в большой конференции ЮНЕСКО в Кишиневе. И в одной из секций, где я должен был выступать, она была посвящена работе этой секции «Проблеме культуры мира». И мне нужно было выступать. Не первым, по счастью. И я слушал, слушал, слушал выступления. Все говорили о том, как нужно воспитывать культуру мира, как хороша культура мира, как она побеждает во всем мире постепенно. И нужно было чем-то выступить, во всем случае, отличающимся от других. Я свои знания, может быть, не очень богатые из истории человечества перебрал и понял, что культуры мира-то там вот столько, а культуры войны, в том числе и в виде поклонения оружию, не только как производству, но и как предмету искусства даже, гораздо больше, чем культуры мира. Так вот, у меня первый вопрос к вам для начала. Сразу, сходу, пожалуйста, ответьте короче на этот вопрос. История человечества – это история войн, случайно перемежаемых миром, на ваш взгляд? Или история мира, трагически иногда перемежаемого войнами? Ну, если считать историю войн, как имеющую пять тысяч лет, с тех пор, как профессионально стали государства заниматься этой профессией, я считаю, что главная нить и ткань истории – это история сотрудничества, кооперации, диалога, прерываемая военными столкновениями ради тех или иных целей. То есть война – это как бы аномалия? Война – это, она не аномалия, она неизбежна, но она не первенствует в истории человечества. Андрей Фанасьевич. Вы знаете, я думаю, что длительное время, конечно, войны, особенно в отдельных регионах, доминировали в истории человечества. И вообще даже возникла идеология, не только в Германии. Кстати, в нашей стране замечательный такой теоретик военный был, генерал Лиер, который писал в конце 60-х годов прошлого века, что война, несмотря на все свои ужасы, мощный двигатель прогресса и цивилизации. Но после двух мировых войн человечество ужаснулось, и особенно перед лицом Третьей мировой войны интенсивно создавались механизмы для того, чтобы все-таки человечество в основном жило миром, а не войной. И поэтому я бы разделил историю человечества на несколько этапов. И вот последний этап, наверное, после Второй мировой войны, он наиболее рельефно показывает, что все-таки человечество в массе своей, и большинство людей все-таки погоны не носят, и даже не являются солдатами, сержантами или офицерами запаса, оно все-таки стремится жить мирной жизнью и рассматривает войну как аномалию, как очень серьезное отклонение от нормальной жизни. Понятную позицию, хотя рассматривать войну как аномалию, и то, что война является аномалией, это немножко разная поворота темы, но мы к этому еще вернемся. Сергей Михайлович. На мой взгляд, к сожалению, история человечества, это история в первую очередь войн. Увы, войны, военное применение силы для достижения тех или иных целей, это обычное развитие событий вплоть до самого недавнего времени. А другое дело, что мир нельзя называть аномалией, ведь воевать все время невозможно. Чтобы воевать, надо накопить какие-то ресурсы. Для войны же. Для войны. И тут требуется мир. То есть, это две стороны медали. Если посмотреть, скажем, на нашу культуру, цивилизацию, кому стоят памятники? Уж военачальником, освободителем, завоевателем, защитником. Или улицы в Париже, да, в основном, чьими именами названы? Больше гораздо маршалами наполеоновскими, чем пастером, скажем, и ему подобными. Понятно. И мне кажется, только сейчас человечество достигло такой точки в своем развитии, когда становится возможным серьезная постановка вопроса о том, как сломать эту норму. Так, хорошо. Антон Иванович. История человечества, увы, как это ни печально, это история войн. Именно там самые большие таланты, именно туда шли самые большие ресурсы, именно туда приводилась самая большая жизненная энергия нации и народа. Так, Сергей Яковлевич. На мой взгляд, международные отношения не пронизаны, и будет пронизано соперничеством за влияние, большей степенью влияния, за ресурсы в том числе. Поэтому, к сожалению, большая часть истории развивалась, я вспоминаю сейчас неплохое выражение Аарона, мир развивался в тени войны. То есть война, в принципе, в какой-то степени доминировала в писанной истории человечества. Уже есть определенная статистика, и из примерно 5000 лет развития человечества только 8% времени ушло на мирный период. А все остальное сопряжалось большими и малыми сражениями. К сожалению, война в последнее время доминировала над мирным состоянием этих отношений. По традиции нашей передачи, я словюсь на какие-то книги, «Рестал-листал» наткнулся на предисловие к одному тому из двухтомника «Искусство войны». Предисловие написанное, книга вышла в Санкт-Петербурге, недавно предисловие написано неизвестным мне Светловым, господином Светловым. Это гимн войне. Я поразился. Это пишет сегодняшний человек, сегодняшний исследователь, который, называя свое предисловие «Искусство войны», пишет следующее. На рубеже 6-5 столетия до н.э. греческий мудрец Гераклит говорил, «Война – отец всех, царь всех. Одних она объявляет богами, других – людьми, одних творит рабами, других – свободными». Для Гераклита война – это не только фаланги, правда, сходящиеся на поле битвы, но и борьба весны и зимы, там тёхлых ветров с холодными, автор предисловия уточняет. Но дальше. Долгое время человечество, по крайней мере в Европе, забыв о словах Гераклита, проповедовало мысль, что искусство войны означает искусство смерти. Но так ли это? Военное дело куда ближе к искусству игры, искусству любви. Ещё ниже. Мы знаем немало древнейших текстов, по сути, поэтических преданий, где описываются доисторические войны. Не нужно придавать особое значение рассказам о миллиардах убитых, покрывающих поля битвы. Такого рода сцены преувеличения, не только простительные создателям эпосов, но даже требуемые от них слушателями. Дальше приводится пример русских саг, русских билет, германских саг, китайских повестей о легендарных военачальниках. И далее. После того, как древние племенные союзы и города-государства сменились рабовладенческими империями, война стала другой, более правильной, регулярной и здравой. Посмотрите, какие категории используются. Правильная война, здравая война. Этот человек восхищается войной невольно. Он рассматривает это как явление и всемирного масштаба, и, я бы сказал, всемирного качества. Пролучение о справедливых и несправедливых войнах. Именно тогда увеличилось количество жертв и стало больше жестокости. Ну и тут можно долго цитировать. Скажите мне, вот вы, люди, которые так или иначе этим занимались, думаете, всё-таки тот феномен, что человек единственный из живых существ, который массово и целенаправленно убивает себе подобных, всё-таки это не доказательство ли того, что действительно война, это просто суть человеческой истории. Ну где ещё? Какие ещё живые существа массами собирают других существ для того, чтобы убивать неких себе подобных, но находящихся по ту сторону какой-то границы? Это почти теологический вопрос. Ну, а тем не менее, это точно. Мы можем вспомнить тогда, наверное, что меня в своё время, когда я начал разбираться с христианским учением, им поразила сентенция Христа о том, что он пришёл на эту землю не с миром, а с мечом. Бог есть любовь и есть идея, так сказать, меча, который принёс Христос. Я склонен верить тем, кто говорит, что меч ему нужен был для защиты, потому что при внесении в мир идей пацифизма, скажем, условно говорят, и мира и любви, которые можно действительно приписать христианству, изначальному учению, по крайней мере, Христа, рассматривая и официальные, и неофициальные Евангелия, оно требовало защиты, в обеспечении. В этом вечное противоречие и проблема. И невооружённые пророки погибали, тоже есть такое осуждение, да? Поэтому любая идея обеспечения вечного мира, любая идея действительно создания нормальных условий жизни, я глубоко обеждён в том, что подавляющая часть людей, подавляющая часть населения не жаждет войны. И вот подобными высказываниями, которые вы привели, не увлечь 97, наверное, процентов, особенно россиян, после тех страшных травм, которые мы имеем в виду. Я всё-таки перебью. Откуда у вас вот этот самый оптимизм, что меч нужен был для того, чтобы обороняться? Ну, вы зря говорите об оптимизме, речь идёт не об оптимизме, а речь идёт о том, что в человеческом сознании, в человеческом сознании, во-первых, страшно противоречиво. Это его один из основных феноменов. Вот лучший образец противоречивости человеческого сознания — это Ветхий Завет Библии. И уж извините, я обращаюсь снова к таким классическим примерам. И все попытки, скажем, людей эпохи просвещения, энциклопедистов критиковать Библию, они наталкивались именно на то, что они с рациональных позиций её критиковали, а не социологических. А социологичность Библии очевидна. И в человеческом сознании присутствует одновременно и жажда покоя, жажда спокойной, сытой жизни, но время от времени возникает жажда и совершенно иного состояния, и самоутверждение себя, прежде всего по отношению к другим лицам, другим группам, за счёт насилия. Такое же время от времени, когда из 8% всего, это, значит, соответственно, 92% это не время от времени, это постоянно воевать, и 8% только времени готовится к войне, как Сергей Михайлович сказал. Андрей Федорович. Для некоторых народов война была, конечно, образом жизни. Если мы возьмём, скажем, татаро-монголов, так, у них совершенно была, кстати, особая стратегия, им для подготовки к войне, особенно запасы не нужны. Как вот Свичин, например, писал наш русский клаузовец, стратегия Чингисхана состояла в том, что они свою базу видели впереди, и чем дальше они продвигались, тем больше укрепляли свою базу. Им не нужна была подготовка, так ясно. Это психология. Да, они завоёвывали народы, их инкорпорировали, в том числе и русские воевали потом в их составе. Хорошо, но мы говорим всё-таки не о формах введения войны, и не о полководческом искусстве, а вот о самом феномене войны и мира. Он разный феномен у разных народов. Понимаете, здесь нет универсализма. Я почему упомянул эту историю? Одна совершенно чётко европейская традиция, начиная с 17-го, другая азиатская, скажем. Не хотелось бы с вами спорить, но вновь вынужден поставить прямой вопрос, не согласившись с вами. Сегодня, сегодня вот в эти дни, мы видим в близком от нас пространстве Балканы. Идёт фактически военная операция и война. Внешние силы НАТО, плюс ещё воюют, по крайней мере, албанцы, с частью славян, с сербами, с некоторыми другими. Чеченская война, Афганистан и Таджикистан, вот эта граница, это то. Ближний Восток, уже близко просто к горячей войне, это только что я вспомнил сразу. Иран, Азербайджан. Да. Это у меня Азербайджан, Армения. Ну, это уже такие потенциальные названия, то, что можно. Вот. Ну, все вовлечены, мусульмане, христиане, демократические страны, как одни их называют, и недемократические страны. Ну, по сравнению с предыдущим историческим периодом, это всё, как говорится... Может, у нас просто передышка сейчас небольшая? Да, очень небольшая. Анатолий Иванович, пожалуйста, вы... Да, я хотел бы сказать, что представление о войне не как о самом славном деянии на поле брания, и как средство добывания славы и богатства, появилось в Европе, если говорить о нашей части света, только в начале 19 века. И я хотел бы привести двух, пожалуй, самых больших светочей, двух самых больших борцов с войнами. Первый — это великий германский философ Кант в своём трактате о Вечном мире, 1804 год. Он пишет впервые, в Одессе такой не было, он пишет о том, что война — это горький опыт человечества. И он видит возможность прекратить этот порочный круг, прервать его. Но и все его надежды основаны на том, что человечество на определённом этапе воспримет горький опыт войны. Оно не забудет этот опыт и достигнет всеобщего согласия между основными государствами. И в 20 веке эту традицию, мне кажется, наиболее ярким образом продолжил американский президент Вудро Вильсон. Выступаю в Манчестере в 1919 году. Он говорит о том, что интересы не сближают народы. Интересы сегодня совпадают, завтра они параллельны, послезавтра они расходятся, и начинаются боевые действия. «Народы сближают только право, только закон, только общее представление о благе». Вот эти два самых больших имени, на мой взгляд, самых больших идеалистов по поводу предотвращения военных действий в будущем, и положили основу тенденции, которые позволяют нам надеяться на развитие в дальнейшем и на выживание. Что я должен сразу сказать? Что критикуя оба эти подхода? Человечество, к сожалению, обладает удивительной памятью. Первое поколение, даже наше послевоенное, помнит, отчаянно помнит поля сражений, пролитую кровь, ужасы войны. Но уже второе, третье, считай, героизируют во многом происшедшее и так далее. Поэтому профанируют. Профанируют, конечно. И возникает удивительная картина, когда остаются герои, так сказать, а жертвы, и этот удивительный, так сказать, труд, этот ужасный, а кровь, она уходит на задний план. И поэтому полагаться на опыт человечества не приходится. Более того, психологи один в один голос говорят, что в 1914 году основой начала этой войны было то, что все устали от этого бесконечного мира, от этой скучной жизни, от этого удивительного, так сказать, лишенного воодушевления истории, которая идет вот этими медленными шажками. И если говорить о видении мира президентом Вудро Вильсоном, то нужно сказать, что здесь он потерпел полное фиаско, прежде всего, в своей стране. Сенат Соединенных Штатов отверг идею Лиги наций, то есть того самого органа, у которого предназначалось высшее осуждение в вопросе войны и мира. Ну и в дальнейшем мы знаем именно, и непосредственно, и прямо президент прискал, что ровно через 20 лет начнется второй мировой конфликт. Он начался именно через 20 лет. Так вот, имеем ли мы сейчас возможность разомкнуть этот порочный круг? И так существует мировая организация, международная организация объединенных наций, но у нее нет прерогатив наднациональных. Более того, эта организация внутри зависит от взносов экономических Соединенных Штатов. Даже Генсек назначается при определенном давлении великих держав. Мы видим, что единственный, кто мог бы в настоящее время претендовать на то, чтобы регулировать проблему войны и мира. Самая сильная держава Соединенные Штаты является революционной державой. Она не участвует ни в Гаагском мирном суде. Она предпочитает наводить посредством НАТО справедливость на Балканах. Это единственная страна, которая не подписала договор о всеобщем запрещении испытаний ядерного оружия. Ну, единственная большая страна, я имею в виду. 150 стран подписала. Подписала, но не ратифицировала. Сенат США отказался. Итак, мы видим, что сейчас ни Кант, ни Вильсон не имеют шансов на реализацию их идеи. Ни право, ни память человечества не помогает. Наоборот, мы видим в Югославии перед нашими глазами, что происходит. Понятно. Так что же из этого следует? 19 век. Одна мировая война, наполеонский поход и все, что этому сопутствовало. 20 век. Две мировых войны и масса других, и в 19-м, естественно, тоже. А 21 век? Что, три? 21 век, позвольте? Ну, коротко, потому что, да. Прошу, да, прошу всех... Мне бы очень хотелось коротко. Три волны идут против пацифизма любого рода. Первое, это то, что растет противоречие между богатыми и бедными. 1960-й год, 20 высших и 20 низших процентов, соотношение 1 к 30. Через 30 лет, соотношение 1 к 60. 98-й год, соотношение 1 к 78. Пропасти расширяются. Это одна возможность конфликтов. Второе, это то, что гигантский рефрижерат, заморозка, холодная войны закончилась. Выключили из электричества этот холодильник, и сразу же появились национальные движения, появились, и культура стала преобладать, напрочим. И третье, что является несомненным источником конфликтов, это то обстоятельство, что мир не только не становится богаче, мир видит, и он посредством глобализации, он видит свое место в этом мире. Страны не имеют шансов, многие страны. Кроме как военные, мы видим, как возникает оружие уже сейчас. Сейчас впервые за 500 лет за пределами Запада возникает средство уничтожения и Запада, и всего мира. Ядерное оружие у России, Китая, Пакистана и Индии. Это уже совсем другой мир. Поэтому мне кажется, что смотреть с оптимизмом на 21 век, едва ли, по крайней мере, эти три волны идут вперед. Понятно. Юрий Владимирович, тогда... Поскольку я в этом узком кругу мышлителей, единственный, который отстаивает альтернативную дачку зрения, мне хотелось ее аргументировать. Да, пожалуйста. Значит, первый... Я близок к вам тоже. Ну, давайте аргументы послушаем. Первый аргумент. Значит, что главное в войне? Созидание или разрушение? Да, я мог привести еще ряд цитат, которые восхваляются. В войне главное захват, а и то ли... Нет, не только захват. Там много целей. Но все-таки главное не созидательная часть, хотя она стимулирует творчество, научное, там его героизм и все прочее, а разрушение. Разрушение людей, уничтожение. Уничтожение призвитных сил. Уничтожение природы. И с каждым следующим веком вот это разрушительное начало разрастает. Главное уничтожение самого человека. Я с этого начинал. Я посмотрел вот историю цивилизации, посмотрел на 10 тысяч лет. Если мы исходим из того, что главное в истории это война, тогда, собственно, получается, что главное в истории это наращивание разрушительного начала человека. Я не считаю, что человек из такие точки, который агрессивен по своей природе. Он агрессивен тогда, когда возникает угроза существования его семье, его государству и так далее. Главное в нем это передача наследия своим потомкам и творчества. И здесь, конечно, война противоположна Ане. Игорь Иванович, я на секунду перевез. Пожалуйста, пожалуйста. Какая угроза существовала жителям стран НАТО от того, что происходило там в Югославии? Милошевич хорошо себя ведет или не плохо себя ведет? Нет, вы смотрите частный конкретный вопрос. Это война. Угроза самому существованию НАТО. С какой точки зрения? НАТО, как орудие, инструмент холодной войны, с холодной войной начинало терять свое основание. Здесь он не только взбодрился, но имейте в виду, это был период, когда усилились кризисные начала, и война взбодрила военно-промышленный комплекс. Это же огромное количество военных заказов, и это выгодно и полезно. То есть есть не только люди, которые, так сказать, культом войны заражены, но огромнейшая военная сила, экономическая, промышленная сила, которая выгодна этой войне, которая получает не только военные заказы, но и военные технические квазиренты. Я прикинул, это примерно 7 миллиардов долларов только от экспорта оружия, это сверхприбыли получает. Дальше. Второе. Вот насчет, где преобладало. Вот вы привели пример насчет Чингисхана и империи, которая была создана. Только что мы прошли в августе месяце конференцию «Великий Волжский путь» от Казани до Астрахани. Мы были в Булгарии, где создалась столица, и там столица Золотой Орды, которая после завивания в течение двух с половиной веков настраивалась на то, чтобы всемирно развивать контакт между цивилизациями, создавать максимальные условия для торговли и так далее. Волжская Булгария расцвет. Теперь, когда, возьмите историю Руси за этот период, в принципе, контакт с цивилизацией заключался в том, чтобы взаимно обогащались культуры, экономика, и на этом этап, 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 этап. Теперь ваш аргумент по поводу учения христианства. Примерно в одно осевое время возникли мировые религии. Буддизм чуть пораньше, конфуцианство примерно в это время, но он полурелигия. Так что это христианство, а его разновидности потом, мусульманство. Мусульманство не весь, нельзя его сводить только к военному началу, вы это хорошо знаете. Потом то, что было Ганди и так далее. Вот Сорокин подчеркивает, люди, которые были основательными этой религии, они увлекали за собой миллионы последователей, не потому что они проповедовали насилие, а потому что они проповедовали противоположное начало, которое больше отвечает природе человека. Теперь ваш вопрос насчет будущего и насчет вот этих 8%, когда не было. Конечно, мы можем любой конфликт вставить в историю, и получится же этот год войны. А вы посчитайте, какое количество людей было увлечено, доля процента людей была увлечена в этот год? Какое? Вот Терем Сорокин привел данные по греко-римской истории и по истории России, России, Франции, Англии и Островенгрии. Вот количество участников, оно менялось в армиях, максимум было 4 миллиона, в принципе, целые столетия. Вот вы привели пример... Это в Древней Греции, в Древней Риме. Максимум 4 миллиона. Максимум 4 миллиона. А большей частью... А вот вы приводите пример XIX век. Вот XIX век, при всем том, всего в армии за столетие участвовало только 18 миллионов человек. Всего потери составили 3 миллиона человек. Всего в армии... В армиях 4-х воюющих держав. За все столетие. Это был самый мирный век. На Петерем Сорокин когда эти подсчеты вел? До Второй мировой войны? Он вел... Но это переиздано после Второй мировой войны. Переиздано после... А, по XIX веку. Это вот XIX век. XX век, вот вам сразу же скачок. А следующее... Вот здесь было убито 16 миллионов человек. В жертвы это убитые и ранены. Вторая мировая война 55 миллионов человек. То есть по нарастающей идет все? Нет, извините. Здесь-то шло по ступеньке вверх. Но здесь пошло вниз, когда был расцвет. Здесь закат шел опять XIX век. XX век. Самый кровавый в истории человечества. Сейчас мы действительно меняем этот подход к истории. Потому что война становится бессмысленной. Война может только вот последним столкновением цивилизаций, после которого уже никого не останется, если по-настоящему. Значит, Сергей Михайлович, скажите слово. Вот Соединенные Штаты Америки. Там и военно-промышленный комплекс, ядерное оружие и всякое другое. Как они там вот насчет вопроса войны и мира в будущем? На долю военно-промышленного комплекса США сейчас приходится примерно 1% волового внутреннего продукта США. Здесь я хочу категорически... Это сколько миллиардов долларов, тем не менее? Это меньше 100 миллиардов долларов. Ну, для американской экономики это... Нет, я понимаю, но что можно произвести на 100 миллиардов долларов? Виталий Турович, мне кажется, что пора отходить от такого вот... Распространено у нас представление, что вот существует нехороший военно-промышленный комплекс, там, Базиль Захаров, Круп, кует оружие войны. Вот в этом причина всех наших проблем. Возвращаясь к вашему вопросу, в чем суть истории, я думаю, что суть истории это развитие человека, это его совершенствование. Ради каких целей? В том числе, и это было очень часто на протяжении истории, ради насилия, ради убийства, ради разрушения. Но если посмотреть на некоторые тенденции, по крайней мере, последних десятилетий, то выясняется, что сегодня в мире военные расходы находятся на самом низком уровне за всю историю человечества. С тех пор, как появилось государство, оно тратило, так сказать, начиная со времен античности, 50-70-80% ресурсов. Например, тратил под 60%. Шло на войну, на подготовку к войне и ведение к нему. Сегодня мировые военные расходы 2%. Вот наконец-то вы меня... Еще несколько лет назад, я вот как раз к этому и клонялся, что есть на самом деле основания для определенного оптимизма. Еще при жизни нынешнего поколения, мировые военные расходы составляли 5% от мирового ВВП. Сегодня самый низкий процент людей, которые находятся под ружьем в истории человечества. Относительно? Относительно, да. Да, 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 конечно. Меньше 1% человечества сегодня служит в вооруженных силах. Другое дело, культура войны, о которой вы говорили, щеголяют в военной форме, это модно, это сексуально, это красиво. Мы попробуем на фронте тех, кто щеголяет в военной форме. И это очень серьезная тенденция. Ну и наконец-то ядерное оружие. Вот мы упомянули об этом как-то мельком. Но ядерное оружие это действительно средство уничтожения человечества. И как бы то ни было, мы за последние полвека с лишним, с тех пор, как было создано ядерное оружие, и впервые применено в Хиросиме и на ГАЗ, мы ни разу не сталкивались с войнами между ядерными державами. Более того, уже больше полувека... На третьей территории были последние... Ну и где Пакистан? Они еще не были ядерными государствами. Более полувека нет войны между крупнейшими... Горячей войной. Была холодная война между Советским Союзом и Соединенным Штатом. А нет горячей войны между крупнейшими игроками на мировой арене. Это не основание для того, чтобы разглашать вечный мир. Потому что те проблемы, о которых мы сегодня говорили, если они не будут решены, то вот эта тенденция может быть повернута вспять. И более того, сегодня существует множество вооруженных конфликтов на низшем уровне международных отношений. Не на межгосударственных, а на уровне внутригосударственных. И здесь мы выходим на несколько крупнейших проблем, ответ на которых пытались дать наши великие философы, предшественники которых мы цитировали. И человечество до сих пор не смогло дать ответ. В первую очередь право. Это вопрос, как уйти от двойного стандарта. Вот почему босняки имеют право на самоопределение, а косовары нет? Почему эстонцы имеют право на самоопределение, а чеченцы нет? Почему вот палестинцы вроде почти добились права на самоопределение, а курды нет? Или боскванцы. Мы видим, что... Почему русские в некоторых теперь зарубежных странах не имеют право на самоопределение, а те, кто... Совершенно верно. То есть правом пользуется человечество, или по крайней мере крупнейшие силы на международной арене избирателей. Второй вопрос, это механизм законного правового применения вооруженной силы. Потому что право может быть эффективным только когда существует механизм принуждения. И вот пример Косова, о котором мы говорили, это как раз очень опасный симптом, когда тот механизм, который вроде провозглашен на бумаге, в уставе ООН, в других каких-то международных правовых институтах, он не осуществляется, и опять начинает торжествовать право сильного. Вот если мы не сможем, умудренные опытом и 20-го века, и всей истории человечества, если мы не сможем найти решение на эти вековые вопросы, то тогда, действительно, 21-й век, и будущее истории человечества будет историей войн, а может, и вообще не будет истории человечества. Реально понял. Но я не стал бы впадать сейчас в полный пессимизм и говорить о том, что 21-й век станет веком катастрофы. Наоборот. Да, Сергей Яковлевич, вы меньше других пока выступали. На самом деле, что есть загадочное происхождение войны вооруженным конфликтам. Я не сторонник теории природной агрессивности человека, Лоренца, например, хотя бы, который объясняет столкновения неизбежными между людьми в силу их природных склонностей. Или еще более известная, может быть, теория природного греха положенного власти на так далее. Из которого люди расплачиваются уже в своей живой истории. Но, тем не менее, все попытки каким-то образом человечества через систему безопасности Конвенции Ольгинации, Устав ООН, Политический мирный трактат поставить плотину на пути военной волны, они почему-то не приводили к тому, что это была ситуация нейтрализована или она прибыла более стабильный характер. И вот эта статистика опять говорит о том, что масштабность войн, к сожалению, она вот в прошлом веке ушедшего, она выросла. В Первую мировой войну 10 миллионов погибших. В Вторую мировой войну 55 миллионов погибших. Казалось бы, холодная война, которая предполагает хотя бы, как ее назвал МСНР, теоретик, агресса-дипломатию, то есть невооруженные столкновения. В Вьеснам, Корею. Статистика показывает, что 40 миллионов погибло в горячих войнах в ходе последнего периода. На их было всего 350, по крайней мере, по подсчету. То есть неизбежно происходят вооруженные конфликты. Мелких и средних. После Второй мировой войны и до конца 20-го века. То есть шла холодная война между фердержавами. Они опасались, может быть, сильных этих движений. Но тень их стояла за их, может быть, государственными союзниками, клиентами и так далее. Это реальность. Но, на мой взгляд, после каждой мировой войны появлялась эйфория о том, что можно каким-то образом ситуацию изменить. И появлялись более-менее, на первых порах, эффективные международные организации. И вот окончание холодной войны тоже, мне кажется, дает шанс каким-то образом ситуацию изменить, спять к лучшему, в какой-то степени. Потому что, в самом деле, уже было сказано, по-моему, Анатолий Иванович говорил о том, что смысл войны, как продолжение политики, иными средствами, он девальвируется. Она утрачивает свою рациональность, прежде всего. Потому что цели, которые ставились во многих войнах локальных после Второй мировой войны, они не приводили к успеху. Воспоминали Вьетнам, Корею и так далее. Были затрачены огромные средства. Были... Действительно, вот это серьезный аргумент. Я его тоже где-то читал, и хочу аксельтировать на него внимание. Аргумент в пользу того, что война вроде бы уходит, как политическое оружие. Что в большинстве вот этих после Второй мировой войны конфликтов локальных и войн, цели, которые ставились для достижения военными целями... ...великими державами, между крупнейшими игроками на мировой арене, между средними и мелкими, здесь военная сила весьма эффективно применялась для достижения конкретных политических веков. Вы что-то там закончили. И второй важный аспект, что она становилась все более принятой характер, может быть, государственного терроризма, скажем так. То есть жертвы военной становятся уже не военнослужащие, которые призваны с оружием в руках выполнять свою функцию, а гражданское население. И опять убийственная статистика об этом говорит. Если в Первом мировой войне 5% всех жертв были гражданского населения, то уже начинается в Втором мировой войне тенденция пошла обратно. И, допустим, событие вооруженной акции Израиля в Ливане показало, что уже 95% мирного населения оказалось в числе жертв и так далее. На мой взгляд, сейчас мы это чувствуем, видимо, появляются какие-то симптомы переломного периода. Если раньше цель войны была превосходить в экспансию, захват территории, превосходить в главную цель ресурсов, сейчас в этом нет необходимости. Это делается с помощью финансо-экономических рычагов в ходе глобализации и так далее. На мой взгляд. И, наконец, очень важный момент то, что, в принципе, складывается, это тоже шанс потенциальный, в какой-то степени, если не однополистный мир, то, по крайней мере, ярко выраженный управляющий центр. Это евро-золотистская цивилизация, скажем так, которая сам организовалась в какой-то управляющий центр. И на ней лежит большая тензисть в том, чтобы, допустим, перевести эту тенденцию, динамику в противоположную сторону. То есть это глобальное единоначальное позволяет избегать... Не то, что единоначальное, лидерство может быть. Здесь хорошая лидерство. Тема для развития. Не гегемонизма, а лидерство. Если это будет лидерство, скажем, разумное, рациональное, с учетом общего интереса, то, я думаю, здесь есть, может быть, впервые за всю историю какая-то тенденция к тому, чтобы понимать ситуацию. Есть большие сомнения, что это лидерство будет. Это, если Анатолий Иванович правильно использовал. Это, к сожалению, есть сомнения. Целый ряд симптомов, которые говорят о том, что США, оказавшись в положении единственной сверхдержавы, и будучи, так сказать, действительно одним из символов демократии, стабильности, в то же время, в последнее время, не демонстрируют вот такого уверенного лидера организации мирового порядка. И я глубоко убежден в том, что для стабильности мирового порядка, в том числе для избежания Третьей мировой войны, нам нужна сильная, лояльная, нормальная, конструктивная, но оппозиция такого рода тенденциям. И в традициях тех же западных демократий признано учитывать мнение меньшинства. Вот я, например, не сторонник того, чтобы нам безоглядно присоединяться к этому евроатлантическому сообществу, а надо подумать о том, чтобы не сформировать ли нам сильную конструктивную оппозицию, и быть меньшинством, которое разумно бы все время указывало на... В смысле, Россия. Да, Россия, не только Россия. И вообще такая возможность существует в этом современном мире. Мы все хотим быть такими же развитыми, как Соединенные Штаты. Нам важно, как и китайцам, прорваться на самый ценный американский рынок, многому у них научиться, в том числе демократии. Но это совершенно не означает, что мы должны довериться, вот именно потому, что они такие стали сильные и могучие, выиграли, к сожалению, холодную войну, что мы им можем довериться. Да, лучше бы в этой войне не было победителей. Я бы не согласился с Андреем Афанасьевичем, когда речь идет о том, что мы должны оказаться в неком новом противостоянии вот этому евроатлантическому сообществу. Мне кажется, задачи-то заключаются не в том, чтобы воссоздать какой-то баланс сил, основанным на противостоянии, которые, опять же, надо регулировать и которые чреваты в серьезном очень столкновении. Мне кажется, можно ставить вопрос по-другому. А можем ли мы влиять на лидера? Лидера, который сегодня, оказывается, не способен самостоятельно в силу своей самонадеянности решать те общие задачи, которые встают перед человечеством. Понятно, Сергей Михайлович. Мы приближаемся сейчас к финалу, поэтому я вынужден уже прерывать. Два слова. Речь идет о такого типа оппозиции, которая существует, скажем, вот в Германии. Ну, оппозиции, чтобы влиять на лидера. Конечно. ХДС, ХСС, АСДПГ оппозиции очень полезно действуют. Конструктивность. Конечно. Мы действительно являемся... Это больше меняется местами время от времени. Мы сейчас говорим уже почти... Ну, может быть, через лет 70 мы тоже поменяемся. Мы сейчас уже о политических схемах почти говорим. Я хочу вернуть вас к теме, и мы завершаем, поэтому, пожалуйста, короче, выступайте. То есть мы завершаем уже там в ближайшие 5-7 минут. Значит, Антолий Иванович, и дальше у него будут конкретные вопросы, в том числе и финальные. Самая большая угроза сегодня, это право нации на самоопределение, декларированное когда-то в начале 20 века, и которое сегодня так активно распространяется по всей земле. Сегодня мы точно знаем, что Хорватия дал оружие Венгрии с точного знания и одобрения римского папы в 1991 году. И мы это знаем, и Запад это знал. И то, что не был остановлен этот поток, привело во многом к тому, что мы видели в Югославии. Так вот, если взять ведущего, одного из ведущих аналитиков, Горема Фуллера, он говорит о смысле 21 века, смыслом 21 века будет создание 300 новых независимых государств. Я не хочу жить в этом мире. Вот в ответ на замечание к вашей последней фразе насчет 300 государств, я думаю, сидящие здесь люди, изучавшие историю, военную историю, подтвердят мои слова. Ведь крупные, мелкие государства могут создаться только из крупных. Из 200 нынешних государств, а за 300, 300 может быть не в Антарктиде, а путем деления существующих. А всякий распад, почти всякий распад крупных государств, почти всегда сопровождается военными конфликтами. Так что в этом смысле прогноз тоже отнюдь не оптимистический. У меня сейчас есть конкретный вопрос к Андрею Афанасьевичу как бывшему первому даже, по-моему, заместителю министра обороны. Вот все-таки вот министерство обороны на что работают? На войну или на мир? Да. Министерство обороны, я говорю... Министерство обороны. Вообще они везде разные. Ведь понимаете, на Западе министерство обороны это прежде всего государственный гражданский орган управления вооруженными силами. Ну, неважно. У нас министерство обороны это... Включая генштабы. Валерий Кузьминский военный округ. Хорошо. В целом, генштабы, министерство обороны, на что они работают? Да, военный истеблишмент. Да, да, на что они? Я думаю, что в большинстве случаев военные истеблишменты более осторожны в вопросах развязывания войны, нежели гражданские политики. И это учит и мировая история и мой собственный личный опыт в министерстве обороны. Подавляющее большинство генералов не рвется отнюдь... Не хотят воевать. Не рвется отнюдь воевать, потому что они, а, понимают, что... Что лучше понимают, что такое война. И даже высокопоставленным генералам приходится одевать, снимать мундиры, одевать камуфляж и лезть в грязь окопов. Так или иначе. Б, война это страшно рискованное дело. Ты рискуешь и жизнью, а для многих из них, может быть, нет резкой жизни, но ты рискуешь карьерой, рискуешь всем. В, в общем-то, мирная жизнь у генералов, у генералитета, в принципе, ну, за исключением, скажем, нашего недавнего прошлого, она довольно неплохая. Она лучше военной жизни. Понятно. Ну, а есть всё равно двойственность сознания. Всё равно, конечно, так сказать, для того, чтобы оправдывалось существование военной машины, военного истеблишмента, нужно всё время инициировать, как бы, идею о том, что война будет, к ней надо готовиться, и даже её надо любить, как профессию. Понятно. А вот этот импульс, последний вопрос, импульс создания нового, заказа новых видов оружия, вот ещё и ещё, оно всё-таки чаще от кого исходит? От, собственно, военных или от политиков? Вы знаете, я думаю, что здесь это тоже очень интересный такой социо-психологический феномен. Уже давно ясно, что многие системы оружия заказываются не вооружёнными силами, а возникают в умах. А знаете, как в советской власти говорят, что такое наука? Наука — это удовлетворение собственного любопытства за счёт государства. За счёт государства. В умах учёных, промышленников, ну, известен, например, конфликт между Николаем Васильевичем Магарковым и Дмитрием Фёдоровичем Устиновым. Магарков был один из наших сильнейших начальников генерального штаба, который поднял вопрос о том, что не нужно такого безумного количества ядерных боеприпасов, такого количества носителей, что нужно пересмотреть роль танка, пересмотреть роль классического ударного самолёта. Устинов придерживался как промышленник другой точки зрения. Его вообще появление во главе вооружённых сил было одним из самых неудачных стратегических решений. Он говорит, нет, вот, чтобы сделали такую же ракету, как американская МЭКС. И всё. Так? И делали. Понимаете? Сделали. Сделали. Вот теперь... А потом и не сделали. Да, поэтому я думаю, что системы оружия... Нет, это не Сатана, другая была система. Системы оружия возникают и под воздействием интересов военно-промышленного комплекса, правда, я очень не люблю этот термин, так сказать, он у нас неправильно, в суе употребляется, и под воздействием просто тех возможностей уже, которые возникли у определённой части, так сказать, нашего общества, реализовывать интереснейшие идеи, сложнейшие технические системы. Вы знаете, какой увлекательный процесс? Я сам начинал... Гранистрировать оружие. Я сам окончил МВТУ имени Баумана. Это один из, так сказать, мировых, не только отечественных центров создания оружия, откуда вышел Королёв и многие другие. И вы знаете, какой это интересный процесс создавать супероружие, работать в сфере, например, радиоэлектронной борьбы, к чему я немножко... И тут нам ещё кто-то говорил о неагрессивности человека. Даже изобретение оружия убийства человека воспринимается как увлекательная задача. Мы заканчиваем... Мне хотелось бы задать свой финальный вопрос. Особенно в этой передаче важный, потому что, конечно, говоря на такую тему, ну, нельзя оставить зрителей, каким бы они в душе оптимистами не были, в плохом настроении. Хотя мы за трезвость и за правду. 21 век, в который мы только что вступили, что с большей вероятностью нас в нём, Россию, в первую очередь, ждёт глобальная война, локальные войны, захватывающие значительную часть территории России, локальные, с какими-то там отдельными, сопредельными, не совсем сопределенными державами, или вот только, ну, какие-то локальные конфликты, там, мятежи, ну, всё то, что свойственно метущемуся миру. Значит, первое, я считаю, что вероятность глобальной войны, то есть это реально столкновение крупных цивилизаций, она сейчас минимизирована. Может быть, ну, 5-10 процентов, её нельзя полностью исключить, всё. Вероятность локальных войн остаётся. И они будут продолжать на протяжении всего 20-го столетия. Потому что сразу упорядочить мир. Но есть третий ещё вопрос. Идёт противоволна против войны. Это диалог и взаимодействие с цивилизацией. Вот та компания, которая сейчас ведёт организацию объединённых наций, она и есть вот то самое противоядие, которое может принести тенд тяжести взаимоотношения между людьми на конструктивное начало. Нельзя запретить войну. Её можно вытеснить чем-то другим, иным. Вот это вот и способ вытеснения. Россия, я думаю, не только, так сказать, она должна максимально стараться дистанцироваться от войн, но в то же время готовиться даже к таким войнам, наверное, которые неплохо было бы в какой-то момент даже инициировать самим. После этого замечательного завершения выступления Андрея Фанасьевича, Сергей Михайлович. Я считаю, что вероятность войны между крупными государствами очень невелика. Если бы такая война произошла... Крупными ядерными ядерными государствами... Вся и Пакистан? Да. Если такая война разразится, то это может стать катастрофой для всего человечества. Но меня, например, тревожит развитие американо-китайских отношений. Здесь может затягиваться некий геополитический конфликт, узел геополитического конфликта 21 века, который действительно может вовлечь все человечество, включая нас. Если говорить в целом о ситуации среди футурологов западных, прежде всего, которые очень много пишут, то должен сказать, что показательно то, что почти все они ужасные пессимисты. Вот эта книга была написана деятелем британской разведки, он должен был уйти, чтобы ее написать. Тотальная война в 2006 году, где Россия вместе с Китаем мусульманским миром заходят в Сан-Диего российские подводные лодки, устраивают второй перхабор и так далее. И очень популярна эта тема. Вот это то, что пишется и рассматривается на Западе. Россия стоит между Востоком и Западом. По культуре она на Западе, так сказать, она находится. Поэтому для нее это вопрос и руководство. Понятно, да. Сергей Яковлевич, да. На мой взгляд, крупномасштабный конфликт, как обозначается доктриня войны, он маловероятен. Хотя Бжезинский, кстати, не отвергает ситуацию, вероятно, столкновения между богатыми странами и бедными. Вот глобальный противоречий источник возможного столкновения. Я думаю, что будет использоваться уже пробированная стратегия непрямых действий. Она позволила добиться успеха вот таких же целей без жертв и... Это мощная философия. Это мощная философия, она отработана, она пробирована, она будет дальше использоваться, по имени возможностей. В России громадный периметр сахопутная граница морской. Континентальная держава сейчас продувается всеми, в том числе, многими витрами. Если раньше были какие-то доспехи, географические, скажем так, была территория, фактор позитивный, скажем, было время какое-то решение другое принятие, то сейчас, наоборот, это фактор, может быть, даже уязвимости, в том числе. Поэтому можно будет готовиться к тому, чтобы... Понятно. Спасибо. Конечно, очень ответственный финал этой передачи. Ну, с другой стороны, что? Читать где-нибудь там через сто лет какой-нибудь очередной роман, где что-нибудь опять рассматривалось, начало какой-то военного конфликта в кровообращенной России как нечто неожиданное, обсуждать, а почему высшее руководство вовремя получив доклад от очередного шпиона не среагировало. Видимо, все-таки война и вооруженная сила как политическое оружие из... как вообще орудие политики, из жизни, из истории человечества, из политики не изъяты. В ближайшие десятилетия изъяты не будут. И с этим нужно считаться, просто принимать это как данность и умно на это реагировать во всех направлениях. Такой банальный вывод. Спасибо. До следующих встреч в передаче «Что делать?» Субтитры создавал DimaTorzok